Всем привет! Сегодня предлагаю вам вместе со мной пошуршать в пакете с пустыми баночками моей свекрови Тамары. Ну и для тех, кто переживает, я вам скажу, что Тамаре очень понравилось собирать пустые банки. Для нее это теперь такой вид спорта. Ей само интересно, сколько и чего она использовала. Так что никто ее не заставляет, все добровольно. Давайте начнем с ухода за волосами. Кстати, банки эти скопились, ну, примерно, наверное, с августа по середину октября. Но что сколько использовалось, я вам постараюсь рассказать. Вот эти три шампуня, они были открыты практически одновременно, примерно три месяца назад. Что-то использовалось на даче, что-то дома. Давайте начнем с того, который понравился Тамаре меньше всего. Это L'Oréal L'Elsèv Expert цвета. Ламинирующий шампунь плюс уход. Она не увидела никакого ни ламинирования, ни особого ухода. Он просто промывал волосы и больше ничего не делал. После него она обязательно использовала какой-то кондиционер или бальзамополаскиватель. Она, кстати, не очень любит это делать, особенно на даче, когда, знаете, там особо нет ни времени, ни возможности принимать какие-то спа-процедуры. Быстренько голову помыл, иногда вообще там, не знаю, над тазиком, да, над каким-то, и все, и побежала. Вот с этим шампунем так не получалось. Бальзамополаскиватель после него обязательно. Чуть получше оказался шампунь Herbal Essence марокканское органовое масло. У него был достаточно приятный аромат. Она сказала, он хорошо пенился, хорошо промывал волосы. Но больше тоже особо ничего не делал. Просто чистые волосы и, в общем-то, ничего больше. Ничем ее не удивил, поэтому, ну, если по какой-то акции, возможно, она и купит, но специально вот идти его покупать нет. Шампунь, который понравился больше всего, он был вытащен, да, из запасов. У всех есть запасы, в том числе, конечно, моей свекрови Тамары. Это и Фраше. Шампуни в таком оформлении уже не продаются. Вот после него волосы выглядели хорошо. В принципе, она сказала, что могла и бальзамополаскивателем даже не пользоваться. В общем-то, вот этот больше всего ей понравился. А в качестве бальзамополаскивателя был вот такой бальзам-сыворотка ультраувлажнения от чистой линии Эксперт Гиалурон. Что понравилось? Ей понравилось, что это буквально там на 30 секунд, на минуту всего лишь надо нанести этот бальзам-сыворотку. Действительно, после него волосы легче расчесывались, как-то лучше выглядели. Ну, в общем-то, на этом и все, да. То есть, какого-то особого ухода, что написано, что сыворотка, ультраувлажнения, блестящие и так далее. Ну, по крайней мере, на своих волосах она не заметила. У нее, кстати, волосы средней длины, окрашенные и вьющиеся. Вьются таким крупным барашком. Кстати, интересно, да, ну я для себя такой вывод делаю. Вот у Тамары всегда уходит больше шампуней, чем каких-то бальзамов-пополаскивателей или масок. У меня, кстати, наоборот. У меня шампуни уходят немного, а вот маски и бальзамы у меня расходуются просто в огромном количестве. Кстати, как у вас интересно. Что она использовала в душе? Давайте здесь начнем, наверное, наоборот. С того, что понравилось больше всего. Больше всего ей понравился гель для душа от DAF. Ритуал красоты питания. Крем-гель для душа. Был приятный аромат. У меня, кстати, тоже в свое время такой был крем-гель. Действительно кремовый, с очень приятным ароматом, очень нежный. В общем-то, одни плюсы. Чуть меньше ей понравился от Ифраше. Африканское какао. Ну, это понятно, да, линейка Жордан Дюмонт. Это тоже из запасов. Тамара вытащила, по-моему, последний у нее такой гель был в запасах. Аромат ей поменьше понравился. Все-таки Африканское какао. Это не совсем ее аромат. По ухаживающим действиям гель тоже был хороший. Ну, кстати, мне очень жаль, что Ифраше сняли эту линейку. И самый такой посредственный, хотя, в общем-то, тоже вполне можно было пользоваться, оказался гель для душа из магазина Фикс Прайс, Белль Коктейль. У нас идет банан в карамели. Аромат был, по ее мнению, все-таки несколько химозный. Этот гель она использовала на даче. Единственный плюс здесь большой объем 400 мл, да, то есть недорогой гель, большой объем. Вот на даче было очень удобно использовать. Также в душе, из того же, кстати, Фикс Прайс, она использовала вот такой пенящийся скраб для тела. 200 мл у нас туба. Я, кстати, такой почему-то не видела, может быть, тоже себе бы купила. Он действительно пенился. Она сказала, частичек было не очень много, они были не очень крупные. Скорее, как пилинг она использовала, а какого-то такого прям хорошего скрабирования, к сожалению, не было. Поэтому она именно этот скраб повторять не будет. Дезодорант, вернее, антиперспирант. Тамара использовала от DAF, ритуал красоты пробуждения. Ей все понравился, и понравился аромат. Она любит антиперспиранты в виде спрея. И защита была хорошая. В общем-то, из этой линейки DAF обязательно будет что-то еще покупать. Давайте перейдем к уходу за ногами. Несколько закончилось тюбиков. Во-первых, вот такой крем. Экстракт пиявки от Софья. Красота и здоровье ваших ног. В принципе, ничего особого такого, знаете, не делал. Тамара надеялась, что он будет как-то ноги получше разгружать. Ну, в принципе, был обычный крем по уходу за ногами. Поэтому повторять не будет. Также крем, который понравился ей больше, это Женьшень Део Эффект от марки, или у нас линейка, да, Овис Олео. Я, кстати, тоже такой крем себе покупала. Они продаются на Вайлдберрис, но только у меня был не Женьшень, а другой, по-моему, какой-то молочный. Тамаре очень понравился. И действительно хороший уход. И действительно был Део Эффект. Она, кстати, на даче его использовала и прекрасно смягчала, напитывала пятки. И крем, который ей тоже очень понравился. Кстати, она его довольно часто покупает. Это Эффект от бренда Свобода. Он у нас идет с экстрактом хвои. У него, кстати, тоже есть и дезодорирующий эффект, и аромат приятный. И напитывал чуть хуже, чем вот этот крем Овис Олео, но тоже был вполне себе неплохой. Кстати, я знаю, что Тамара вообще вот этот крем-эффект очень даже любит. Что она использовала для рук? Во-первых, вот такой крем. Он не подошел ей для лица. От Эвелин, давайте поближе покажу. Регенерирующий крем-концентрат, заполняющий морщины 55+, дневной. Для всех типов кожи, в том числе чувствительный. Для ее типа кожи он не подошел. Кожа у нее жирная. Он ей кожу перегружал, как-то жирнил. Она сказала, что для жирной кожи этот крем точно не подходит. Поэтому она доиспользовала его на руки. Для рук ей очень даже понравился. Также для рук с большим удовольствием, кстати, на даче она использовала крем для рук молодость кожи от Хималая. Предотвращает преждевременное старение кожи рук. Она им, кстати, осталась очень довольна, потому что она на даче не просто отдыхает, она трудится, там что-то копает, сажает, потом снимает урожай. По хозяйству очень много чего делает. Она сказала, что этот крем очень помогал в уходе за руками. Он был довольно такой жирненький, питательный, но ручки прекрасно восстанавливал. Еще два крема. Вот такой от Reflame. У нее, кстати, на работе есть дамы, которые занимаются там Avon, Faberlic, Reflame. Поэтому на 8 марта ей что-то там, на 8 марта, на Новый год, на день рождения, ей что-то дарят периодически. То от Reflame, то от Avon, то от Faberlic. Вот из запасов, давно ей подарили, вытащила она вот такой крем. Идет у нас с экстрактом вишни. По аромату был неплохой, по ухаживающим свойствам она сказала, ну, в принципе, средненький. 30 мл очень быстро у нее улетел. И иногда она себя балует, покупает от L'Occitane. А в этот раз был вот такой, я так понимаю, он у нас идет с экстрактом розы. Тоже малышка 30 мл, очень быстро у нее улетела. Ей очень нравятся вот эти кремы от L'Occitane. Они, конечно, небюджетно стоят, но, знаете, как она говорит, не только уход за руками, но еще, в общем-то, и такое ароматное удовольствие. Для лица давайте начнем тоже с того, что ей понравилось меньше всего. Решила она, как говорит, вспомнить молодость. 80-е, 90-е годы. Она помнит, что покупала, вроде бы, вот такой крем Carina от фабрики Свобода. Конечно, у него тогда было другое оформление. Это гель для лица, не крем, даже это гель для лица с комплексом аминокислот и микроэлементов. Поскольку гель, он хорошо подходит для жирной кожи, но в этот раз как-то он и немного разочаровал. Знаете, просто хотелось ей вспомнить этот крем, как он работает, как действует. Но все-таки 80-е, 90-е, конечно, у нее не было такого выбора в уходе, как сейчас. Тогда он ей очень нравился, но сейчас не произвел у нее вообще никакого особого впечатления. Ну, так, знаете, попользовалась, вспомнила молодость, как говорится. Гораздо больше ей понравился вот такой крем термальный. Тоже-то, кстати, гель, аквагель для лица от Natura Kamchatka. Моментальное увлажнение кожи. Она сказала, что он отлично просто подошел для жирной кожи. Она пользовалась им где-то, наверное, с конца июля. Вот конец июля, август, сентябрь и в начале октября у нее закончился. На теплое время года подошел ей просто отлично. Сейчас, когда у нас похолодает, да, уже она все-таки что-то, ну, я не могу сказать более питательное, ну, не гель, по крайней мере, крем она купит, а это именно аквагель был. Следующим летом, возможно, повторит. Настолько ей понравился. Из FixPrice Самое приятное впечатление произвела на мне вот такая вот маска фитокосметик, свежая косметика, маска огурец алоэ для лица увлажняющая. У меня тоже такая была и для моей кожи. Сейчас у меня кожа нормальная. Мне эта маска не очень подошла, а вот для ее жирной кожи подошла просто прекрасно. Эта маска, кстати, смываемая. Ее наносите, потом через какое-то время смываете. Она ее использовала на даче, вечерком, говорит, очень хорошо освежала маска кожу. Вот такой интересный крем. Я сначала не очень поняла, что это, потом сзади посмотрела. Бора Фрэш. Тамара тоже покупает периодически то Бора Плюс, который я очень люблю и часто покупаю, но иногда изменяет вот с таким Бора Фрэш. Она говорит, это то же самое. Этот был для рук и ногтей. Использовала, когда кутикула у нее была как-то суховато или кожа рук была суховата. Ну, в общем-то, вот этих 25 грамм ей хватило достаточно надолго. От крема у нее только положительные впечатления. Кстати, я почему-то вот такой никогда в продаже не видела. Надо будет тоже посмотреть. Стало интересно. Две очень интересные зубные пасты у нее закончились. Вот эту она покупала вообще в небольшом магазинчике возле дома. Смотрите, интересное название. Мес Вак. Бренд называется Дабур. Это индийская зубная паста. Какая-то у нас, наверное, аюрведическая, что ли, комплексная защита с экстрактом растения Мес Вак. Очень ей эта паста понравилась. Для нее был и приятный вкус. И хорошо она зубы очищала. Вот очень интересно. Если я где-то такую вижу, наверное, тоже куплю себе на пробу. И вторая зубная паста у нее закончилась. Она ее привозила из Крыма. Это серия Тамбусан с вытяжкой тамбуканской грязи. Это черная была зубная паста с маклюрой. Она действительно была черная. И, как Тамара мне говорит, она очищала зубы ну просто вообще отлично. На пять с плюсом. А вот по поводу снижения кровоточивости деси, ну у нее такой проблемы нет. Здесь у нас производитель, да, пишет, что эта паста также это делает. Ну вот по этому поводу она сказать ничего не может. Но пасты очень-очень понравились. И в этот раз в пустых баночках у нас два предмета косметики. Это подводки. Одна от Estee Lauder, вторая от L'Oreal. Оба я не знаю какого там лохматого года выпуска. За сроками годности Тамара не следит. Она мне сама в этом призналась. Она использует косметику, пока ей можно пользоваться. То есть пока подводка красит, она будет ей пользоваться. Пусть это год, там два, даже не знаю, три. То же самое касается и другой косметики. Подводкой, кстати, она пользуется всегда. Она подводит верхнее веко. Не стрелку рисует, а именно просто вот, ну как бы подводит веко наверху. Вот она всегда этот прием макияжа использует. Поэтому подводок у нее очень много. И всегда у нее подводка есть в косметичке. Эти, в принципе, произвели на нее благоприятное такое впечатление. Ей понравились. Но вот уже подсохли, поэтому она их отправила в пустые банки. Все. С удовольствием вместе с вами покопалась в пустых баночках моей свекрови Тамары. Она уже копит мне новый пакет. Так что через какое-то время мы с вами опять посмотрим подобное видео. Жду ваши комментарии. С удовольствием с вами пообщаюсь. Всем удачи и пока.